Ну что ж, корона, корона этого карда, российско-бразильское традиционное противостояние. Поприветствовали друг друга спортсмены. Итак, бойцы Агур Вахитов, естественно, он больше настроен на то, чтобы реваншировать поражение. Ну и его сопернику до Сильвии некуда отступать, потому что свой крайний поединок он проиграл Абдурахману Джанаеву, именитому очень бойцу, чемпиона мира Европы по рукопашному бою и сейчас являющемуся, пожалуй, первым номером в своем дивизионе. Не спешит никуда бразилец, дает поработать Байсангуру. Байсангуру заходит в такой классической связке, ну как бы обозначить такой тычок передней рукой и закинуть сильной рукой, соответственно, уже второй удар. То есть такой беспокоящий левый, условно, прямой или боковой, и либо правый оверхэнд, либо, как мы видим, яперход в корпус. Ну и Карлос Досильва достаточно терпеливый боец, он готов ждать своего шанса, он, несмотря на свой возраст, хотя, наверное, в современном спорте 34 года это не такой же большой спорт, не такой же большой возраст, потому что научились сейчас грамотно подходить ко всем, во всем видах экспорта практических тренировочных процессов, соревнованиям, и достаточно выносливый, способен все раунды работать в хорошем темпе. Интересно, сработал, сильно сел бразилец и сработал правый прямой по корпусу, пошел по среднюю влевую сторону. Так, в ничью обменялись. Но пока пытаются решить все вопросы такими резкими входами и контр-входами бойцы. Никто не рискует заходить на среднюю дистанцию и работать на ней. Это более чем понятно, так как средний вес, он очень такой ударный вес. Вполне себе, эти ребята могли бы порубиться и стяжами при случае. С стяжами, наверное, тяжело было, хотя бы в полу-тяжело. Может, не совсем, но, как бы, история знает случаи переходов между этими самыми тягоями. Тот же Шейл Сон, когда не самый яркий... Не самый яркий тяжеловес, но один из самых ярких средневесов в этом году. Байсангур пока что одиночными ударами выстреливает по корпусу. Ну, ощущает угрозу от бразильцев все-таки. Без подарок бразильец очень опытный. И удары он выкидывает очень редко, но при этом, я уверен, тоннаж недостаточно. Кстати, мы впервые видим, как бразильец пошел вперед. Почти, что Байсангур забивает. Он здесь часто руки стряхивает. Возможно, это такая просто игровая манера. Ну, зло. Такое бывает. Ну, мы узнаем точно с вами сможем то, что по дальнейшему ходу поединка. Как будто вот так, знаете, корпусом кидает. Убрасывает. Разворотом скорее. Ну, кстати, по-моему, первый раз так довольно точно так пообразится. Стандартная такая пара части встречающихся ударов. Еще один лоу-кик в исполнении. Поставленный жесткий лоу-кик. Мы видим то, что Байсангур так подпрыгнула нога. Уже говорили на одном из побывших поединков о том, что бразильская школа, она славится своим сильным тайским боксом. То есть вот такая связка. Бразильская джиу-джитсу-тайский бокс, она традиционна для Бразилии. Ну, примерно как для нас. Бокс и игольная борьба. Да, да. Вот начинает то, что получается у бразильца. Вот, по крайней мере, он становится смелее. Ну, Байсангуру нельзя, конечно, застаиваться. Нужно двигаться побольше. Меня удивляет, что оба спортсмена держат руки достаточно. Видимо, рассчитывают исключительно на скорость своей реакции. Есть много спортсменов, которые принципиально работают так, и нельзя сказать, что это совсем неправильно. Нет. Просто в данном конкретном случае они встретились в такие опыты. Неужели вообще не верят в то, что плохо стакалки в этой группе? Ну, верно. Комментаторов он тоже об этом просил. Как-то не нужно уж чересчур топить за кавказских бойцов или российских. Будем болеть за бразильца? Нет, он говорит, будьте объективны. Хорошо. Ну, мы же человек уважаемый. Тяжело бывает, конечно, быть в таких ситуациях объективным. Нет, понимаете, у меня было несколько таких очень тяжелых случаев, когда выступали мои собственные бойцы. Я даже как комментировал бой своего в прошлом ученика Адама Богатырева, титульный. Вот поверьте мне, я себе места не находил. Да. К счастью, он продлылся не очень долго. Ну, а к этому конкретному поединку, пока мы видели начало примерно такое же, но смелее. Вот эта связка левый в корпус, правой оверхенд. Она вообще-то очень хорошая, классическая и рабочая. Ну, действительно, часто проходит. Другой момент, что бразильец этого сейчас ждет. Сделать, например, сначала оверхенд, а потом сработать левый, пускай, корпус или еще куда-то. Вот это, может быть, внесло бы чуть разнообразие. Да, нужно, конечно же, действовать чуть разнообразнее и Вахитову, и до Сильвии. Потому что уже такое впечатление создается, что по первому раунду они уже друг друга практически изучили. Ну да, и, собственно, время как раз работать, включаться. Ой-ой-ой, есть хорошее попадание с левой. И с правой. Еще один попадание с левой, как вам, Байсангур. Да, чуть-чуть замялся, не оказался готовым в этот момент к этому темпу Вендрес Карлос да Сильва. Чуть взорвался Байсангур в этом эпизоде, но и сейчас снова страсти поутихли. Ну, точно может рассчитывать на свой правый лоу-кик бразильский спортсмен. Это то, что у него действительно получается и работает. Но ищет он все-таки удары с рук. А они у него пока, если заходят, то, ну, по крайней мере, после определенной разведки. В прошлом раунде они начали попадать ближе к концу. Размашистая, размашистая очень сейчас пока идет работа. Хорошо. Подхватил, ударил. Вообще никто не стремится к партеру. Даже намеку пока нет. Ну, обычно в стойке пытаются, чаще работают борцы. Если оба, да, представителя борцовских дисциплин, то больше... Ну, да, в принципе, вопреки поговорке, у верблюда два горба от джиу-джитсу не борьба. Вот, все равно лезть туда вниз, а большого смысла как бы нету. И то, и другое. Гораздо проще сейчас просто приезжать, например, к стене, как мы уже отмечали, и поработать грязным боксом. Но нет, стоят и, соответственно, рубятся. Точнее, двигаются, потому что перемещений довольно много. И обратите внимание, у Байсангура практически вся работа на скачке. Сейчас хорошо, кстати, лоу-кик от соперника Байсангура встретил. Первый раз, первый раз, да. И именно таким вариантом щита, который травмирует ногу своего оппонента. И слева очень хорошо попал Байсангур. Не спешит он надевать преимущество. И чуть-чуть начал возвращать бразильский спортсмен. А вот здесь вот попытка перейти не получается. Так, и бразилиц за спиной. Да, забирает спину бразильц. И в многих это, кстати, именно так звучит ночной кошмар. Бразилиц за спиной. Потому что бразильцы работают со спины очень хорошо. И не только удушение сзади, а целый каскад приемов. Ну, собственно, как и у нас. Раньше было большое количество выдающихся мастеров. Таких, как там Миша Бакин. Чемпион мира по самбо, боевому самбо. И многие другие. Даже Рудман, основатель самбо-70. Говорят, люди проходили от одного ковра до другого. Он уже за это время кому-то что-то отламывал. То есть умели делать все. Сейчас пытаются отключить одну звоночек. Звоночек прям неприятный. За 50 секунд с небольшим. Запускаете в крест бразильцы. Это, конечно, здесь же вариантов большое количество. Как просто побить. Причем побить сейчас даже получается акцентированно. В силу того, что не совсем на спине лежал Байсангур. Остается 30 секунд. И, конечно же, для Байсангура это время очень долго. Но ему нужно выжить. Плюс концовку обычно судьи отмечают особенно. Поэтому, конечно, очень желательно было бы ему сейчас выйти. А еще желательно было бы не попасться вот сейчас на узел плеча. Да, сейчас задача выжить. Но еще 15 секунд. Рука прямая, пока именно узла не получится. Услывает аплодисменты Байсангур Вахитов. Да, мог получиться обратный рычаг. А вот узла на прямую руку уже не сделать. А вот удары, да, собирает он сейчас очень неприятно. Примерно равный раунд был до тех... Для меня загадка, как судьи оценили, что первый, что второй. В принципе, честно говоря, я сейчас слежу не сколько рационально, сколько эмоционально за этим поединком. И он мне нравится. Ну, в любом случае, создается впечатление, что нужно прибавлять, в первую очередь, Байсангуру Вахитову. А если прибавлять в Андресу Карлоса да Сильву, то не факт, что у него как раз будет получаться. Потому что, знаете, есть такие бойцы, которые принципиально работают на вторых номерах. Вот тяжело им идти вперед. Вот представьте себе, что Леота Мачидо вдруг начал идти вперед сразу. Ну, трудно. И вот здесь примерно то же самое. Я не уверен, что это его черта вообще продавливать туда вперед спортсмена. Ну, он может вытягивать на себя, значит. Вот, да, повытягивать и потом как бы уже начать кусаться. Здесь же все-таки раунд решающий. И если долго с этим затягивать, то может оно и не получится. Хорошо такая двойка в корпус. Кстати, вообще давно не видел такого приема. И оверхометра с брома. Стоит ли Байсангуру снова переводить соперник? Потому что в предыдущем раунде он понял, что это чревато последствиями. И самыми приятными для него самого. Ну да. Ну, для Бразилия как раз это может быть шанс. Потому что уставшим он пока не выглядит. Другой момент, что оба спортсмена вспотели. И проводить прием там сейчас не самый удобный момент. Ну, с другой стороны, когда что пробовать, если не сейчас. Если предположить, что примерное равенство у бойцов за первые два периода. То сейчас самое время придумывать что-то. Или хотя бы быть просто очень надежным. Еще стоит отметить, что вообще вендер с Карлос Дасильма, он очень неудобный соперник. Он был неудобным и для Абдура Рахмана Джанаева, и неудобный с ним запенчить. И Байсангуру Вахитову. Бывают такие спортсмены, против которых даже самые яркие бойцы не могут продемонстрировать себя в своих сильных качествах. Интересно, сейчас Байсангур сработал плечом в клинче. Тоже сейчас достаточно многие начали это делать действие. Еще там года три назад это казалось чем-то таким. О, ничего себе. Никогда такого не видел. А сейчас уже это более-менее штатное действие. И все-таки пока, пока все тоже цепляется Байсангур за возможность решить этот раунд в клинче или в возможном переводе. А вендер с Карлос Дасильма все-таки переводит Байсангур, но ненадолго зафиксировать не удалось. Продолжает он прессинговать сейчас со спины. Ну, вот как раз то, о чем вы говорили, Машу. Стоило бы, наверное, попробовать поработать по бедрам. И здесь подсечка. Ничего себе. Неудачная. Подхват в исполнении бразильцев, это интересно. Снова Байсангур проходит в лобби ноги. Ну, просто бразильское джиу-жицу славятся очень многими вещами, но точно не техника перевода в партер. Вот. Обычно это, ну, такие стандартные вещи, типа зацепа под переднюю ногу. Здесь все-таки такая полноценная попытка подхвата лучших самбийских джиудаистских традиций. И даже, ну, в общем-то, на половину получилось. Давление, грязный бокс. И, в принципе, да, это хороший вариант для Байсангура Вахитова для того, чтобы завершить этот поединок в свою пользу. А вот это плохой. Вот это плохой. Опять же, вот надо сейчас постараться и не пустить Карлоса до Сильву за спину. Все-таки хватает намного, но почему-то в конце постоянно каждый раунд отпускает контроль Байсангур. И вот сейчас мы видим успешные действия страннообразительства. Удар отпускает, поднимается Байсангур. Пытается подняться и всем своим весом давит на него. Ох, как тяжело сейчас будет судим. Вроде бы доминирует, но видите... Удар-то все равно приходится считать. Да, кроме как контроля вот в клинче Байсангур, то по большому счету ничего не предложил. Да, были попадания, но вот если брать количество, ну не знаю, здесь разные. К счастью, не нам считает, да. Да, к счастью, мы не... как не повлияем на исход этого поединка. Да, и концовка. Я думаю, что сейчас Бразилийс будет выкладываться и вколачивать удары, потому что времени ни на что другое уже не останется. А вот это запрещенное действие. Я, правда, не видел, работает он в корпус или все-таки попал в голову, но так как Риффер не остановил, видим... И обманчиво, но... Бразилийс будет чуть лучше. Ну что ж, вот такой результат, дорогие друзья. Я думаю, что для бразильцев это очень много значит. Субтитры сделал DimaTorzok